Славно. Вот и славно. Вот всё и выяснилось. Действительно, зачем задерживать в лечебнице человека здорового? Я вас немедленно выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Вы нормальны? Я нормален. Вот и славно. А если так, давайте рассуждать логически. Возьмём ваш вчерашний день. Вчера вы повесили на грудь иконку. Было? Было. Было. Явились в ресторан в одном белье с зажжённой свечой в руке и в ресторане побили кого-то. Было? Было. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулемёты. Затем сделали попытку выброситься из окна. Спрашивается, можно ли таким образом кого-нибудь поймать или арестовать. И если вы нормальный человек, вы сами же ответите. Никоим образом. Желаете уйти отсюда? Пожалуйста. Но позвольте вас спросить, куда вы направитесь прежде всего? Конечно, в милицию. И что вы там скажете в первую очередь? Про понтия Пилата. Фёдор Васильевич, пожалуйста, выпишите гражданина бездомного в город. Но эту комнату не занимать, постельное бельё можно не менять. Через два часа гражданин бездомный опять будет здесь. А на каком основании я опять буду здесь? На том основании, что когда вы в кальсонах явитесь в милицию и скажете, что вы встречались с человеком, лично знавшим понтия Пилата, вас моментально доставят сюда. Ну, а при чём здесь кальсон? Ну, главным образом понтий Пилат. Ну и кальсоны тоже. Ну, его необходимо поймать. Вы это понимаете? Ну, зачем же самому-то бегать? Изложите на бумаге ваши подозрения и обвинения против этого человека. Нет ничего проще, как переслать вашу бумагу куда следует. Только одно условие. Не напрягайте мозг и старайтесь поменьше думать о понтии Пилате. Мало ли что можно рассказать. Не всему же надо верить. Понял. Прошу выдать мне бумагу и перо. Фёдор Васильевич, Выдайте по эту бумагу и коротенький карандаш. И кислород попробуйте. И ванны. И ванны. Вот. Ага. Ага.